Здравствуйте! Давненько мы не готовили мясо и сегодня у нас сразу два весомых повода сделать это. Небольшой разборный мангал от компании Стэн и чуть побольше, но очень необычный мангал Эко Стэн. Это вертикальный мангал. Давайте распакуем их, соберем, приготовим шашлык и сравним на каком мангале шашлык получился удачнее. Ну начнем пожалуй с разборного мангала Стэн. Две боковые стоечки. Готово! Займемся распаковкой и установкой нового вертикального мангала от Стэн. Вот такой интересный девайс. Мангал распакован и для того чтобы его установить нужно всего лишь расправить его боковые стойки, раскрыть их, соединить их между собой для устойчивости специальной пластиной. Вот и все. Перед нами два мангала. Оба мангала от одного производителя, но один из них разборный, который можно брать с собой поход и не занимает много места, а другой выполнен в виде такого небольшого чемоданчика и в принципе его тоже можно за собой взять в поход. В чем же принципиальное отличие этих двух мангалов? Ну здесь как вы понимаете это классический мангал, на котором можно жарить и шашлык, и положить решетку гриль. А этот мангал очень необычный. На нем можно жарить пожалуй только шашлык. Шампуры навешиваются сбоку. Жар идет от углей, уложенных в эту сетку, но здесь, когда мы жарим что-то очень сочное, либо жирное, весь жир, который стекает с мяса, капает на раскаленные угли, тем самым провоцируя его и поджигая. Здесь же такой проблемы нет. Жир в данном случае будет капать на травку и не будет попадать на угли. Это не только исключает появление вот такого неприятного запаха. По заверению производителя нас ждет просто особенный шашлык. Особенный вкус шашлыков, быстрый старт и готовить можно сразу после розжига. И супер экологичный шашлык без канцерогенов и запахов сгоревшего жира. Ну, то что мангал удобный и легкий, это и так понятно. Он весит чуть больше 4 килограммов. По сути, в принципе, такой же обычный мобильный мангал, как все остальные, за исключением его особенной формы. Так как этот мангал окрашен кремнеорганической эмалью, мы его должны прокалить в течение определенного времени. Ну, а в этот мангал мы, в принципе, можем сразу уже добавлять уголь и начинать готовить. Но готовить на этих мангалах мы будем одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришла пора готовить шашлык. У меня остались старые короткие шампуры. Я буду их использовать для разборного мангала. Они где-то около 40 сантиметров. И длинные шампуры мне пригодятся для того, чтобы приготовить шашлык на вертикальном мангале. Сделаем несколько шпажек на разборном мангале Стэн и несколько шпажек на новом вертикальном мангале. Очень интересный. Посмотрим, как получится шашлык на нем. По скорости нагрева мангалы, в принципе, одинаковые. Угли разогрелись одинаково быстро как в обычном мангале разборном, так и в мангале вертикальном. Единственное, что все-таки жар пониже чуть больше. Поэтому шпажки я буду в первую очередь выкладывать на нижние этажи. Всего их у нового мангала Стэн 4. Жар от углей идет очень-очень сильный. Как от этого мангала, так и от этого. И первый звоночек. Я только что установил вот эти шашлыки и у меня уже начал капать жир с мяса и загорелся. Вот горит. Увы, горит. А здесь шкварчит, шипит, но не горит. Опять загорелась. Да что ж такое. Слушайте, ну вот прям буквально с первых минут жарки шашлыка видно конечно отличие. Просто невероятно. Я не думал, что оно будет настолько разительным. Если сравнить эти две картинки, обратите внимание, здесь дым идет, здесь дыма нет в принципе. Горит, горит, беда, беда. Нижние кусочки я слегка проворонил. Они подгорели. Здесь бы, наверное, пригодился сам жарыч, который мы тестировали не так давно. Но, к сожалению, на этот мангал его не установить. Так как на нижней ступеньке шашлыка начинает подгорать, я его немножечко отодвину подальше. Всего четыре ступени есть и четыре варианта отдаления, так скажем, от жара. Очень удобно, когда нужно варьировать температуру, регулировать температуру. Кстати, вот этот верхний плохо прожаривается, потому что весь уголь просел. Поэтому я его возьму, пожалуй, и пока перевешиваю на обратную сторону. Весь дым от наших шашлыков идет только от обычного мангала. От вертикального же мангала дыма абсолютно нет. Есть только жар, который жарит шашлык. Шашлык у нас почти приготовился, но уже сейчас можно сделать первые выводы. Да, обычный мангал на нем готовить привычнее. Здесь, конечно, нужно будет приноровиться к вертикальному расположению шампуров. В принципе, разницу между этими двумя мангалами можно заметить невооруженным взглядом. Здесь весь дым, а здесь весь жар. Здесь шашлык готовится спокойно. Здесь же нужно следить за тем, чтобы капающий жир не загорелся и не подгорел наш шашлык. Шашлык у нас готов. Здесь он чуть поджаристый, а здесь очень хорошо пропеченный шашлык. Заходите на сайт fornax.ru, заходите в магазины fornax, заказывайте мангал. Он стоит своих денег. Жарьте с удовольствием, жарьте вкусные вещи на открытом огне. До новых встреч. Пока. Давайте распакую их и... Давайте распакую их и... Давайте распакую их и... Давайте распакую их им... Ты что не можешь сказать, что это... Профессор Глава Профессор Глава